хорошо хочу в первую очередь поздравить всех нас с началом нового пятого уже сезона лектории истоки цивилизаций вот сколько у нас сил хватит и материала будем продолжать вот спасибо концептуалу и в площадке на которой мы уже начиная зимы здесь встречаемся в графика лекции пока окончательного нет но на сентябре-октябрь будет вышли на этой неделе а потом на ноябрь-декабрь чуть позже соответственно лекции по пятницам 7 вечера если нет каких-то там форс-мажоров типа праздников или еще что-то я не смотрел календарь на эту осень вот и сегодня у нас лекция первое вот называется она американский геноцид или как европейцы покоряли население нового света не потом вот и как бы как говорили в школе на политинформация мы в свете стремительно развивающейся политической ситуации данный вопрос становится очень актуальным с одной стороны может показаться что это немножко как бы не по нашей теме потому что обычно на лектории мы касаемся вопросов седой древности исчезнувших и цивилизации а тут в общем-то история по историческим меркам извините за тавтологию недавнего времени там по полтысячелетия прошло однако на мой взгляд она целиком соответствует тематике нашего лектория потому что истоки всех американских современных цивилизаций лежат находятся в эпохе конкисты и штаты и канада и латиноамериканские государства обеих америк они начинают свою историю именно 16 века с момента освоения европейскими колониалистами новых земель соответственно вот и мы имеем сегодня в качестве так статьи наших заатлантических антигонов антиподов те цивилизации которые выросли в эпоху конкисты и колониальной экспансии европейцев на территории обеих америк естественно на эту тему написано десятки тысяч монографий еще больше статей вот подробно подробнейшим образом естественно раз рассматривается изучается на протяжении не одного столетия история колониальной политики колониальных войн индейских восстаний тем не менее сегодня я буду делать аспект именно на мягко выражаясь на тех нелицеприятных фактах которые в официальной истории тем более если это тасыть работы американских ученых историков как правило такие вещи за замалчиваются потому что они слишком неприятные слишком неприглядные и история освоения америки выглядит в общем-то как сплошная кровавая бойня поэтому сегодня в общем-то тема отнюдь не не радостная тем не менее я думаю что вы узнаете достаточно много неизвестной вам информации и прошу прощения сегодня я буду с бумажкой потому что много цитат и много и имен и так и фамилии соответственно бумажка не повредит но естественно начну я с товарища колумба который в октябре 1492 года высадился на берегу антильских островов естественные фильмы и книжки сняты на эту тему тем не менее как бы сама фигура колумба очень неоднозначно в основном то вы бы стереография она подается как вот ну как человек памятник который открыл америку естественно не колумб открыл новый свет до для европейцев в общем-то у меня с николай николаевичем там несколько лет назад даже книжка вышел на эту тему однако колумб открыл америку именно для для ее колонизации поэтому и история обеих америк начинается именно с него в своем первом путешествии колумб в общем-то если смотреть документы в общем-то показывает совсем иное лицо нежели так стать его преподают преподносит в официальной историографии интересно что когда он только столкнулся берегу себе с аборигенами антильских островов он высадился на острове который назвал испаньола сейчас то гаити я соответственно находится республика гаити и доминиканская республика поделён остров пополам и одна из первых записей в его бортовом журнале звучало таким образом что эти люди ни в чем не испытывали нужды они заботились о своих растениях были искусными рыбаками каноистами но от слова каноэ и пловцами они строили привлекательные жилища держали их в чистоте эстетически они выражали себя в дереве у них было свободное время чтобы заниматься игрой в мяч танцами и музыкой они жили в мире и дружбе эти люди ходят чем их мать родила но добродушны их можно сделать свободными и обратить в нашу святую веру так он написал познакомившись с аборигенами антильских островов и он в дальнейших записях колумб тоже неоднократно отмечает красоту вновь открытых островов и дружелюбность и гостеприимство их обитателей по сути дела описывает такой земной рай однако через несколько дней в его журнале появляется следующая запись что 50 солдат достаточно для того чтобы покорить их всех и заставить делать все что мы хотим местные жители разрешают нам ходить где мы хотим и отдают на все что мы у них просим то есть индейцы в основном племя то нас заселяла этот остров встретили их ну с распростертыми объятиями предоставив им все все что было в их распоряжении в январе 1493 года уже отплывая обратно в европу во время миновой торговли испанцы убили двух тайнас ну попросту не сдержались и отплыв в европу колумб уже поменял свою точку зрения и в журнале записал что испанцы убили аборигенов злых жителей острова кариба которые едят людей то есть он знал колумба чтобы оправдать убийство своими соратникам местных аборигенов первому запустил миф который пошел гулять потом по европе американских дикарях антропофагов то есть людоедов каннибалов которые не знают не имеют никакого представления о культурном образе жизни и в общем-то даже не достойны называться людьми эта дискуссия 16 веке в общем-то захлестнула так стать ученые умы европы вплоть до того что даже обыватели соглашались с тем что конечно индейцы нового света это вообще отдельный вид существ еще не люди но уже и не животные то есть какой-то вот промежуточный вид жизни который в общем-то не достоин для того чтобы называться людьми то есть идеологическая это кстати парадигма о том что индейцы являются полу животными была внедрена в массовое сознание уже в шестнадцатом веке и вот колумб сам писал в своем дневнике еще будучи это стать на прибывая на антильских островах что у этих свирепых дикарей посреди лба находится глаз у них собачьи носы которыми они пьют кровь своих жертв которыми они перерезают горло и кастрируют эти острова населены каннибалами дикой непокорной расы которая питается человеческой плотью их правильно называть антропофагами то есть еще раз повторюсь именно колумб как первооткрыватель и был основателем запустил вот этот вот информационный как сейчас говорят мем мем в европейском сознании и естественно это была выдумка чистой воды которая противоречит даже здравому смыслу житейскому житейской логике то есть одноглазые с собачьими носами через которые они пьют кровь и тем не менее вот это вот информационная ложь запущенная в европе стала в общем-то идеологическим обоснованием геноцида который проходил на протяжении последующих столетий по отношению к аборигенам нового света во время в начале своего второго путешествия которое началось 25 сентября 1493 года колумб отплыл в америку уже на 20 кораблях и у него было полторы тысячи людей на борту и именно в эту вторую экспедицию он взял с собой помимо то с этим солдат и нескольких десятков лошадей он взял партию мастифов и грейхаундов которые были так сказать натасканы для нападений на людей поэтому как бы эти животные в дальнейшем в общем-то отметились в кровавой истории покорения нового света во время в своем своего второго путешествия колумба из будучи как бы уже обременен властью данным ему испанской коронный он издал закон который обязывал всех индейцев ну на антийских островах естественно которые достигли 4 14 летнего возраста раз в квартал платить испанцам золотом или 25 фунтами хлопка но в тех районах где золото отсутствовало уплатившие такой налог индейцы получали медный жетон жетон с даты последней оплаты жетон таким образом просто продлевал право жизни аборигены на три месяца если дата на жетоне была просрочена то индейцам отрубали кисти обеих рук вешали им на шею этот жетон и отправляли умирать свою в деревню то есть колумб очевидно использовал такой вид наказания у арабских работорговцев дело в том что сам колумб не один год промышлял работорговлей в районе северной и северо-западной африки и в общем то сколотил там определенный капитал 1498 году то есть буквально через шесть лет был издан закон о принудительном труде индейцев на испанцев и поводом естественно полу послужило недовольство доходами которые получались вот со сбора золота и продажи аборигенов рапса то есть меры введенные колумбом 93 году в общем-то не приносили жадным испанцам необходимого дохода поэтому издали официальный закон в 1960-е годы в испании одним из исследователей был обнаружен исторический документ который был написан бартоломео колумбом это был брат христофора который в то время уже вот на рубеже 15 16 века являлся губернатором острова испаньола но понятно что христофор братцы пристроил на самую так сказать доходную должность в этом документе зафиксировано что в 1496 году то есть спустя четыре года после открытия на острове проживала проживал 1 миллион сто тысяч индейцев однако испанцы в тот момент в девяносто шестом году владели только половиной острова и не учитывали при так с этим подсчете женщины детей отсюда в общем то можно сделать достаточно уверенный вывод что индейцев на острове испаньола было около трех миллионов человек вот на контролируемой испанцами территории хотя по подсчетам других исследователей это население могло достигать 8 миллионов однако спустя одно поколение то есть через 30 лет в 1526 году испанцы насчитали всего 11 тысяч индейцев при том что их владение охватываю уже весь остров целиком то есть с миллиона тысячи мужчин до 11 тысяч через 30 лет представляете себе масштаб как бы подобного геноцида секундочку также вот хотел подробно остановиться на фигуре испанского священника дают доминиканца бартоломе де ласкасоса он ну не буду грузить вас датами он был в америке в первой половине 16 века и в 1552 году выпустил в испании книгу коротчайшая реляция о разрушении индий где он описывал зверства конкистадоров ну естественно не на не на всей территории америки а на антильских островах и в центральной америке в той части которая сегодня относится к мексике которая в то время уже была открыта и завоевана кортесом естественно бартоломе был в общем-то публичной фигурой и он будучи в новом свете а потом вернувшись в испанию всячески выступал за гуманистический подход к аборигенам нового света описывал их добродушный гуманный характер и осуждал действие испанских колонизаторов сам он являлся и он приводит свои книги несколько эпизодов свидетельств которых это случаев которых он или лично видел своими глазами хотя помимо этого приводит и массу других свидетельствах и старых рук я вам несколько сейчас зачитаю чтобы было понятно в общем-то общая картинка в этом королевстве или в одной из областей новой испании некий испанец обычно охотился со своими собаками то ли на оленей то ли на кроликов и однажды когда он не нашел дичи ему показалось что собаки проголодались и он отобрал маленького мальчика у его матери и кинжалом отрезал ему ручонки и ножки и порезал их на куски дав каждому из кусок его часть а после того как они сожрали эти куски бросил на землю все тельце всем вместе один испанец ну ласказ цитирует писал когда я вернулся из картахена я встретил португальца по имени рохи мартин на крыльце его дома висели части разрубленных индейцев для кормежки его собак как будто они были дикими зверьми естественно действия испанцев по покорению новых земель сопровождались массовыми убийствами из ласказ опять в году 1514 прибыл на материк один несущий несчастье губернатор жесточайший тиран то есть речь идет о мексиканском побережье он опустошил на многие лиги вверх от дарьена вплоть до королевства и провинции никарагуа и включительно что составляет более 500 лик является лучшей наиболее благодатной и заселенной землей какую можно себе представить там имелись многие великие владыки бесчисленные большие поселения величайшие золотые сокровища из-за чего сгинуло так много людей сколько до тех пор ни в одном краю не на земле не погибала ибо хотя с острова испаньола наполнилась почти вся испания золотом и самым чистым золотом имелся у него капитан который в одном из походов устроенным по его приказу чтобы ограбить и искоренять людей убил более 40 тысяч душ что видел своими глазами один из монахов ордена святого франциска который шел с этим испанцем и которого звали в брат франциска для сан-роман испанцы рубя их мечами сжигая жан заживо и бросая свирепым сам подвергали индейцев разнообразным пыткам испанцы бились оба заклад кто сможет одним ударом рассечь человека надвое или срубить ему голову или они спорвали животы они за ноги отрывали младенцев от материнской груди и разбивали их головы о камне других детей они нанизывали на свои длинные мечи вместе их с матерями и всеми кто стоял перед ними в общем-то по свидетельству очевидцев не только ласкаса потому что некоторые другие испанские в основном монахи писали в общем-то они свидетельствуют что испанцы находили удовольствие в изобретении изощренных жестокости и пыток допустим в одном случае они построили виселицу достаточно высокую чтобы повешенный мог касаться земли пальцами ног чтобы избежать избежать удушения и повесили таким образом 13 индейцев одного за другим в честь христа спасителя его апостолов 13 пока индейцы были еще живы испанцы испытывали на них остроту и прочность своих мечей скрывая одним ударом их грудь чтобы были видны внутренности а были и такие которые делали худшие вещи затем на их исеченные тела наматывали соломы и сжигали заживо и в одном часто приводимом эпизоде который случился на кубе подразделение испанцев в общем-то небольшой численностью около ста солдат сделала привал на берегу реки и найдя в ней хорошие точильные камни в общем-то занимались тем на привале что точили мечи желая испытать их остроту сообщает очевидцы этого события они набросились на сидевшие на берегу группу мужчин женщин детей и стариков которые в страхе смотрели на испанцев и их лошадей и начали спарывать им животы рубить и резать пока не убили их всех затем они вошли в стоящий неподалеку большой дом и сделали там тоже самое убив всех кого они там нашли это бойня началась деревне зука и жители которой незадолго до этого приготовили для конкистадоров обед оттуда бойня распространилась по всей округе никто не знает сколько индейцев убили испанцы в этом взрыве садизма пока их жажда крови не притупилась но ласкас пишет что жертвы достигали более чем 20000 и как я уже говорил это свидетельство ни одного бартоломеда ласкаса но и других свидетелей того времени просто вот данные гравюры большинство из них происходит из книжки ласкаса о которой я упоминал и она вышла в 1552 году в европе с большим количеством подобных иллюстраций то есть по сути дела она являлась таким документом обвиняющим кровавые деяния испанских конкистадоров на новых землях однако к серьезным подвижкам это не принесло потому что испанский король и конечно издал указ по моему в 1540-х годах о гуманном отношении к аборигенам однако где король испанский и где так сказать вновь открытые земли естественно что все это не не соблюдалось ну пока что я говорю только о латинской америке позже перейду к северной но здесь я хочу сказать что принципиально были два было принципиально отличие между колонизации которую проводили испанцы и той которую проводили прежде всего англичане и французы на территории северной америке дело в том что в отличие от британцев где которые ставили своей задачей очищения новых земель просто от аборигенов ну освобождали для себя земли потому что когда в 1620 году хорошо известный корабль мэй флауэр высадился в плимутской бухте там было там 102 человек это были пуритане американцы их называют отцами пилигримами соответственно это они были носителями совершенно иной идеологической парадигмы не нежели из испанские католики и жители америки для англичан являлись просто просто помехой которая в общем препятствовала освоение новых земель в то время как для испанцев аборигены являлись дармовой силой то есть бесплатными рабочими руками которые были естественно использованы прежде всего на шахтах по добыче драг металлов а также на первых плантациях хлопка и сахарного тростника поэтому рабство индейское рабство наиболее пышным цветом расцвело именно на тех территориях которые осваивали именно испанцы при при этом в общем-то в ходе рабского труда погибало огромное количество индейцев потому что на территории анд то есть это современные перу эквадор аргентина боливия в общем-то ну вы прекрасно это знаете очень распространено было употребление коки хотя в общем-то в ингской империи кока являлась в общем-то прерогативой аристократии они массовым продуктом однако после прихода испанцев в общем-то и индейцы начали употреблять коку жевать ее а испанцы быстро поняв поняв так с этим вот такую зависимость аборигенов от коки монополизировали выращивание коки и все плантации в общем-то к середине шестнадцатого века стали в общем-то попали в руки испанцев и естественно что на плантациях коки использовал арабский труд индейцев и основные как бы многие так с эти плантации коки находились на восточных склонах анд которые спускались уже в амазонию в джунгли где был гораздо более влажный климат нежели на западных отрогах которые смотрели на тихоокеанское побережье и прибрежные пустыни соответственно на восточных склонах при высокой влажности в общем-то индейцы были подвержены серьезным заболеваниям которые местные называли у то от которых в общем-то организм человека точнее его такие части как роз но от горла то есть дыхательные пути гноились и люди умирали в общем-то мучительной смертью и в общем-то смертность была очень высоко то есть за 45 месяцев умирала 50 процентов то сать рабочих их вынуждены были обновлять это даже вот опять-таки забеспокоилась испанская корона и король издал указ ограничивающий производство коки но и как все попадуту подобные указы он остался на бумаге и в общем то не могло облегчить участь аборигенов даже один из испанских авторов того времени писал что на плантациях коки есть одно заболевание которое страшнее всех других вместе взятых это неограниченная жадность испанцев но гораздо страшнее было попасть на серебряные рудники дело в том что анды вот одна из богатейших в плане полезных ископаемых горных систем мира потому что там есть практически вся таблица менделеева из задолго до испанцев за до за тысячелетия до их прихода древние цивилизации андского региона добывали вандах и серебро иметь и ряд других полезных ископаемых типа сурьмы соответственно испанцы воспользовались уже имеющимися рудниковыми то с этим месторождениями на которых были оборудованы оборудованы естественно при приемках это достигло максимальных масштабов рудники просто захватили их и также использовали в общем-то рабский труд индейцев в общем-то добыча проходила на достаточно большой глубине примерно в среднем на глубине 250 метров и в общем-то рабочих индейцев туда спускали ну это за свидетельство над писемных источниках с мешком жареного маиса на смену длиной в неделю и кроме как бы там непосильно работа обвалов плохой вентиляции там индейцы естественно дышали испарениями ядовитыми таких как мышьяк ртуть и прочее так сказать испарение которое присутствует в подобных горных разработках и в общем-то зафиксировано в источнике и потому следующее если 20 здоровых индейцев опустится в шахту в понедельник то только половина может подняться из нее искалеченными воскресенье так писал один из современников средняя продолжительность жизни сборщиков рабов естественно коки и индейских рудокопов вот в шестнадцатом веке было не больше трех или четырех месяцев ну для для примера столько же как бы жили заключенные на фабрике синтетической резины в освенциме в сорок третьем году еще один такой факт что вот после бойни которые фернандо кортес устроил в киночатлане он объявил центральную мексику новой испании установил там колониальный режим также основанный на рабском труде и там повторилась та же самая система что и в перу то есть рабский труд на шахтах и на плантациях прежде всего плантациях хлопка вот как бы тоже цитата из одного из испанских документов как конца 16 века многочисленное свидетельство многочисленных свидетелей рассказывают о том как индейцам как индейцев колоннами ведут на рудники их приковывают друг друга шейными кандалами тем кто валится отрубают головы рассказывают о детях которых запирают в домах и сжигают а также закалывают если они идут слишком медленно обычным делом является отрезание груди и женщин и привязаны к их ногам тяжести перед тем как сбросить их в озеро или лагуну рассказывают о младенцах оторванных от матерей убитых и использованы в качестве дорожных знаков беглым или бродячим индейцам отрубают конечности отсылают в их деревне повесив на шею отрезанные кисти рук и нос и рассказывает о беременных женщинах детях и стариках которых налавливают как можно больше и бросают специальные ямы на дне которой врыты острые коле и оставляют их там пока яма не заполнится до края вот как бы гравюра из книжки ласкассо вот о том эпизоде который он описывает своей книге также в его книжке приведен целый разворот где вот 16 картинок и иллюстрируют различные типы казней которым подвергали просто так стать из своего садизма испанцы вот местное население в общем-то в результате вот скажем так политики корр кортеса в мексике из изначально естественно цифры предположительно тем не менее они имеют определенное основание примерно из 25 миллионов жителей которые населяли центральную мексику к моменту прибытия конкистадоров 1595 году то есть через буквально 80 лет в живых осталось лишь чуть больше одного миллиона то есть в 20 25 раз сократилось аборигенное население только центральной мексики и основная масса конечно индейцев были в основном замучены и умер умершлины на шахтах и плантациях новой испании примерно такие же цифры известны применительно кандах где орудовали как бы по-другому не скажешь банды конкистадоров возглавляемые братьями писара и концу шестнадцатого века ну-ка писара тоже не было но были его последователи населения центральных ант упала с 14 миллионов до 1 миллиона человек и причины были те же самые что в мексике и центральные и центральной америке в 1539 году один испанец прибывал что до перу написал позже индейцы здесь полностью разрушенные погибают они молятся крестом чтобы им ради бога дали еды но солдаты убивают все хлам ради ничего большего как для изготовления свеч индейцам не оставляют ничего на посев а так как у них нет скота и взять им его нет куда им остается только умирать с голоду один вы тоже вот из фактов зафиксированных в хрониках что в июле-сентябре 1539 года конкистадор франциско для чавес с небольшим отрядом сравнял землей королевство карао кончукас которая до 1533 года входила в состав империи инков собственно говоря в тридцать третьем году общем-то империи инков практически пала и захватив это было на севере современной территории перу захватив самое крупное поселение этого королевства испанцы убили 600 детей младше трехлетнего возраста что в общем то стало наверное одним из самых страшных и массовых убийств детей в общем то в новой истории но что касается вот такой вот небольшое отступление естественно как бы индейцы не не были подобны безмолвным овцам и оказывали сопротивление вот как бы и солдатам конкистадором и бывало что расправлялись со священником и иезуитами хотя как свидетельство документов в большинстве случаев индейцы именно скажем так правильных иезуитов воспринимали как посланников бога и в общем-то оказывали им почести а тех кто скажем так перегибал палку естественно они мягко выражаясь уничтожали вот одна из гравюр где так с эти индейские аборигены расправляются теми же самыми медными с испанскими конкистадорами и в общем то что на самое как бы страшное в этой истории испанцы в общем-то проявив вот такой незаурядный садизм и нечеловечность в общем-то имели для этого основания у нас как бы в курсах там школьной истории даже университетской обходят стороной тоже эту тему какой была европа в шестнадцатом в пятнадцатом шестнадцатом 17 веках а в европе в то время творился сущий кошмар если кто-то сталкивался с этой темой то наверное в общих чертах знаком то есть это было более 200 лет в общем-то того же самого геноцида в европе потому что во первых это пришлось на период климатического минимума постоянное неурожай и голод все вы слышали про эпидемии чумы которые выкашивали до 70 процентов населения различных европейских государств средняя продолжительность жизни по подсчетам исследователей в европе не превышала 30 лет а половина детей умирали там не дожив до 10 лет естественно что в голодные годы европу сотрясали постоянные бунты крупнейшая скажем как это называл еще маркс классовая война получила название крестьянские войны хотя она конечно длилась не единовременно растянулась на многие десятилетия вот и в конце 15 века когда к инквизицию испанскую инквизицию томас торквемада вас возглавил это было в 1483 году за 9 лет до плавания колумба началась новая волна репрессий которая получила условное название охота на ведьма собственно говоря инквизиция святая инквизиция существовала к этому времени достаточно давно впервые слова инквизиция было употреблено но в техническом смысле на первом не на первом на турском соборе 1163 года то есть в середине 12 века и естественно что на протяжении двух сотен лет как бы основной задачей святой инквизиции было искоренение ересей но только с приходом к власти торквемады когда в европе уже начали распространяться такие массовые представления о людях которые заключили договора с нечистой силой то в массовом сознании сложилось как бы представление также массовом присутствии ведьм в основном естественно ведьма не ведьмаков среди обычного населения и начались многочисленные процессы о ведьмах и в общем-то статистика которая зафиксирована в исторических документах просто так сказать поражает то есть в англии и в континентальных странах типа франции голландии были города в которых до трети населения обвинялась в колдовстве и в которых в некоторых городах каждый десятый гражданин был казнен именно по обвинению в колдовстве в связи с дьяволом так на рубеже 16 17 веков в одном и в одном из районов швейцарии в общем-то сейчас она самая благополучная страна европы за сатанизм в течение десяти лет было казнено более там 3 тысяч 300 человек то есть сожжено в основном на кострах и естественно что такие цифры в общем-то не часто можно встретить в исторических трудах если они ником не относятся допустим к эпохи кровавого ивана грозного или других русских тиранов собственно не буду долго распространяться про европу я как бы с бумажкой здесь зачитался несколько картинок иллюстрирующие сказано эту работа на руднице как на плантациях то есть гравюры шестнадцатого века наказание провинившийся рабов которых в общем-то как правило забивали до смерти просто меняя на свежезахваченных индейцев и вот ряд картинок связанных с с бедствами в европе так называемая танцующая чума когда люди подвержены инфекционному заболеванию допускались в массовую пляску а потом падали и от изнеможения начинали тихонько угасать и умирать но я думаю что так или иначе вы с подобными вещами встречались в европе тоже в период вот этих вот страшных столетий часто вспыхивали вспыхивали вспышки до каннибализма потому что люди доведенные до отчаяния голодом поедали собственно говоря своих же то свои соседи и сограждан и все это как бы зафиксировано в документах и в изобразительном искусстве очень страшные были времена это вот томас тарк ремада который внес свою лепту так сказать в общем-то в разгул святой инквизиции очень действительно осталось достаточно много документальных подтверждений как писем их так и изобразительных и в общем-то на эту тему также написано немало работ поэтому если кого-то такая страшная как бы история заинтересует это вполне с этим можно ознакомиться ну вот в как бы закрывая это с этим раздел с с южной америкой хотел бы тоже отметить вот такую вещь собственно говоря естественно там в семнадцатом веке в общем-то уже с образованием и в общем-то с первым этапом становления американских государств массовый геноцид вроде бы как закончился особенно в общем-то на территории стран латинской америки на территории северной америки он как раз только начинался однако такие вот подобные факты геноцида имеют место и в общем-то наши дни собственно говоря на планете собственно говоря нас допустим на территории гватемалы в течение практически 300 до 30 лет 60 по 90 и годы шла гражданская война которая так называется гражданские войны в гватемале она то вспыхивала то-то загасала естественно сопровождалось это массовыми эпидемийными голодами бунтом сельского населения но пика это кстати война достигла именно восьмидесятые годы ну когда уже научились школе в университете наверняка я сейчас не помню писали у нас отдельные заметки были там в комсомольской правде самой правде но в общем-то информация период там окончания союза и перестройки особого распространения у нас не получила однако в гватемале период вот восьмидесятых годов произошло более 600 массовых расправ в ходе которых погибло более 200 тысяч человек и более 45 тысяч пропала без вести но пропала без вести в условиях горные джунгли понятно просто тела не нашли и 83 процента от этих жертв составляли индейцы майя то есть это было тоже не не просто красоте гражданская война а именно этническая чистка а поскольку индейцы мая в гватемале а также там никола в никарагуа и в билизи в то время и сейчас составляли основную массу населения то естественно как бы они подвергались в первую очередь вот такому этническому геноциду и в основную массу вот таких преступлений в гватемале порядка 80 процентов совершили военные то есть это был именно государство геноцид по отношению к индейскому населению гватемалы ну теперь как бы переместимся на север вот а именно на территорию в основном сша и канады как я уже сказал в общем-то типы колонизации англосаксами и испанцами отличалась отличались друг от друга хотя на территории северной америки естественно присутствовали не только англичане а также французы и голландцы причем французы на 1 в первое это столетие давали значительную фору англосаксом и им при под их контроле находилось гораздо больше земель чем под контролем английских колонистов плантаторы конечно же новоявленные плантаторы из европы не намерены были трудиться сами также как и испанцы пытались воспользоваться дармовым трудом плененных индейцев поэтому как бы собственно говоря банды поселенцев английских французских устраивали попросту нападение на индейские поселения захватывали пленников обращали их в рабство и принуждали работать на плантациях особенно это приобрело массовый масштаб на южных на территории южных штатов америки то есть те которые граничили с мексиканским заливом и имели наиболее благоприятные условия для земледелия ну собственно говоря не и сейчас остаются таковыми вот однако в отличие от от индейцев южной америки ситуация здесь сложилось несколько иная и здесь на мой взгляд основная разница именно в психотипе индейцев потому что на территории стран латинской америки испанцы столкнулись с населением двух крупных империй ацтеков и инков ну и майя то есть это были серьезные государственные структуры со своей жесткой иерархией и сельское население то есть основная масса индейцев привыкли подчиняться центральной власти чтобы она не творила в то время как на территории обширной территории северной америки существовали в подавляющем большинстве случаи случаев племена охотников собирателей только незначительной части из них занималась оседлым земледелием то есть люди были скажем так не привыкшие к жесткой власти привыкшие к власти которая в рода племенном в рода племенной структуре существовало то есть гораздо более свободолюбивыми и получить такое количество послушных рабов у англичан и французов на территории современной северной америки не удалось то есть они либо отказывались работать либо бежали на подальше от колонистов и в общем то тогда и в общем то колонисты испанский вы английские и французские пришли ну естественно это не было зафиксировано в указах в общем то пришли к пониманию того что индейцев проще уничтожить нежели возиться с ними в качестве рабской силы поэтому именно вот 17 века начался массовый завоз на территории северной америки и антильских островов рабской силы из африки потому что негры были в данном случае гораздо более послушные приспособлены к рабскому труду нежели свободолюбивые аборигены америки и к середине 17 века то есть 1600 годам колонизаторы практически уничтожили всех индейцев которые проживали на побережье атлантического океана современных соединенных штатов и в общем-то освободили от них вот узкую полоску прибрежной территории где образовались собственно говоря первые колонии англосаксов на территории северной америки выжившие племена уходили назад на запад то есть ближе к берегам миссури перебирались через миссури и миссисипи и вторгались в прерии есть где население индейское на обширных великих равнинах было достаточно незначительное и начиная примерно вот с 30-х годов 17 века английские переселенцы опять-таки протестанты попросту методично очищали вот прибрежные земли я имею ввиду атлантическое побережье от оставшихся индейцев при этом и англичане и испанцы которые 8 англичане и французы извиняюсь вели на территориях ну представьте себе карту северной америки великие озера и территории к югу и востоку и северу то есть та полоска у атлантического океана где столкнулись интересы двух великих европейских держав англии и франции и на протяжении практически там 150 лет если не больше велись периодически возобновляемые англо-французские войны при этом и французы и англичане втягивали в свои тыс эти конфликты индейские племена ну наверно вы все помните купера зверобоя где как раз описывается вот одна одна из таких воин 18 века где делавары на стороне французов а ирокезы на стороне англичан лига ирокезов которая была создана в 17 веке и куда вошли по моему 6 племен крупнейших атлантического побережья в общем-то просуществовала недолго потому что большинство так статьи и и индейцев которые входили в эти племена были погибли вот именно в англо-французских воинах потому что естественно европейцы их первую очередь использовали в качестве пушечного мяса и здесь следует кстати говоря отметить тоже примечательный факт дело в том что в конце 18 века сейчас просто не вспомню имя вождя синека который в общем-то плотно ну контактировал с английскими колонистами которых сегодня точнее с их руководством которых сегодня принято называть отцами основателями соединенных штатов и многие положения так стать законодательное положение которые естественно не были писемными но являлись законодательным и моральным кодексом которые при придерживались индейцы таких племен как синека магауки тускарора многие принципы ли легли в основу самый демократичный из всех демократичных конституцию сша это тоже факт который американцы сами естественно не отрицают есть и письменные документы и гравюры изображающие то есть совместное заседание индийского вождя и отцов-основателей в общем колонисты английские приняли на вооружение многие так сказать ценности которые потом они назвали демократическими и до сих пор как бы оставлять за собой право единственными так сказать обладателями обладателей этих демократических ценностей и в общем-то англичане в общем-то как и испанцы в 16 веке вот позже на столетие в 17 веке тоже не как бы совсем не чурались массовых жертв и применяли те же самые методы что испанцы опять-таки повторюсь что население на территории современных соединенных штатов и канады было значительно меньше нежели земледельческих цивилизациях мексики и перу но методы были те же самые допустим 26 мая 1637 года английские колонисты в союзе с магиканами и еще одним племени атаковали деревню как бы враждебный враждебного им племени пикотов это на территории современного штата коннектит и в общем-то собрали всех оставшихся живых жителей порядка 600 человек загнали их дома и сожгли вот самая крупная и длительная война между англией и францией длилась 1680 по 1714 год то есть 35 лет практически и именно она вот положила явилась причиной массовое изничтожение цвета индейских племен потому что естественно выдвинутые на передний фланг боестолкновения индейские воины первыми и погибали вот это вот карта колониальных владений на территории северной америки в начале 18 века то есть примерно вот как раз вот после окончания войны 1714 года как вы видите в общем то есть голубым цветом французские владения малиновым английские и вокруг гудзоново залива спорные земли но гудзоново залив как бы рассматривать смысла нет потому что это тайга там очень было редкое местное население и собственно европейцы там тоже было по одному человеку на тысяч квадратных километров и в общем то естественно индейцы северной америке оказывали сопротивление достаточно самоотверженно и отважно и в общем то известно я думаю всем такие имена индейских приводителей как ациола токумсе понтиак метакома но естественно при при своей организации индейцы не могли противостоять европейским колонизациям хотя и достигали периодически определенных успехов вплоть до захвата отдельных городов и фортов но европейцы консолидировали силы и при помощи огнестрельного оружия прежде всего пушек вот в конце концов одерживали вверх вот например в 1733 году англичане приступили к колонизации джорджии вот на примерно вот форт пруд хому к северу джорджия находится то есть между атлантическим побережьем и рекой миссисипи вот и естественно это освоение сопровождалось собственного резней сохранившись там индейского населения которые в общем то те кто выживали без бежали за на западный берег миссисипи и в общем-то неуклонное вот продвижение англичан на запад привело к тому что в 1763 году алгонкинские племена которые населяли эту область а там было десятки племен которые разговаривали на различных алгонкинских наречиях но алгонкин это языковая семья в общем-то многие племена сплотились вокруг вождя племени оттава понтиака но понтиак у всех сейчас ассоциируется в общем-то с американским автомобилем который собственно говоря и был назван в честь этого вождя племени оттава ему удалось собрать достаточно большие силы и в его в военный союз вошли практически все племена алгонкинов которые проживали вот на северо-востоке вот в районе великих озер и и жене и в опалачах за два года понтиак со своими то с эти союзниками разгромил практически все английские гарнизоны в районе великих озер за исключением хорошо укрепленного форта детройт сейчас то один из крупнейших промышленных центров который даже был осажден восставшими но индейцы были близких победе однако англичане опять-таки воспользовались своей традиционной тактикой они втянули в эту в этот конфликт племена ирокезов которые принадлежали так сказать к другой сказать ирокезы другой языковой группы и алгонкины и ирокезы в общем-то это история сплошного конфликта соседей еще до прихода туда колонистов сыграла также и предательство так называемых союзников понтиака потому что французы естественно в войне понтиака против англичан поддерживали индейцев которые попросту французы заключили с англичанами сепаратный мир и прекратили поставки огнестрельного оружия и боеприпасов воинам понтиака соответственно оставшись собственно говоря без пороха и свинца алгонкины были быстро разбиты понтика понтиак был вынужден пойти на заключение мира но через четыре года понтиак который сохранил так став на национальным героем был предательский убит то есть колонисты организовали вон наемных убийц и это стать убили понтиака ну из с начала восемнадцатого века в общем то началось в общем то активная экспансия англосаксов на по территории который сейчас называется соединенными штатами америки и собственно говоря начался уже откровенный англосакс англосаксонский геноцид вот на этой карте середины восемнадцатого века показана территория которых 1803 году была распределена между европейскими державами голубым цветом это владение которые контролировали французы как видите они раз в шесть превышают английские территории так называемая луизиана французская луизиана которая была от великих озер до атлантического до побережья мексиканского залива по-моему в четыре раза превышала территорию франции северная часть называлась французской канадой в 1830 в 1803 году правительство соединенных штатов уже после естественно войны за независимость когда соединенных штатов стали кстати независимым государством купила у франции луизиану это тоже отдельная история в общем-то не буду на нее останавливаться мутные в общем-то кровавая тоже в 1818 через 15 лет правительство сша купила у испании флориду юго-восточная конечность материка естественно что в новоприобретенный штат устремились плантаторы которые стали в общем-то бессоременно захватывать родовые индейские земли и в общем-то вырезать оставшиеся там коренное население дело в том что флорида хоть и принадлежала испании формально но испанцам хватало и тех земель которые они имели в мексике и на материке южная америка поэтому они в общем-то флориду до которой очень нужно было добираться через французскую луизиану либо через мексиканский залив в общем-то недорого уступили штатам самыми многочисленными среди племен флориды были семенолы вот этому тоже вы помните роман и фильм от слова вось семенолов и они на протяжении сорока лет вели войну с уже с новыми захватчиками с англичанами и в общем-то неоднократно на сильно носили им поражение однако выставить вы стоять против уже регулярной армии соединенных штатов семенолы естественно не могли к 1858 году практически все индейцы флориды а их было там к этому время оставалось уже там несколько десятков тысяч человек были уничтожены и после окончания вот семенольской войны на территории флориды осталось порядка 500 индейцев которые которых английские американские уже колонизаторы попросту загнали в резервации на болотах где тело в основном вообще в общем-то и вымерли более того в 1825 году то есть теперь я говорю уже не об английских колонистах об североамериканских то есть в общем начала формироваться новая американская нация которая в общем-то большую часть своей истории прожила на фронтире по моему в 1903 году официально в штатах было объявлено что фронтира больше не существует 1903 1901 сейчас точно не вспомню то есть вся земля наша так вот в 1825 году верховный суд сша сформулировал доктрину открытия согласно которой право на земли которые открыты ну открыты в кавычках принадлежат тем кто их открыл коренное население то есть белым а коренное население на этих землях имеет типа право проживать на них но не имеет собственности на землю и на основании этой доктрины через пять лет в 1830 году был принят закон о переселении индейцев жертвами которого стали в первую очередь так называемый пять цивилизованных племен ну кому интересно пусть посмотрят действительно были наиболее развитые племена которые жили на территории к востоку от миссисипи и которые к этому времени еще не сильно пострадали от воин которые вели между собой французы и англичане то есть собственно говоря на этой карте видно это вот территория которая где заканчивается слова луизиана и попадала под территорию французов а все основные франко английские войны велись вот в районе великих озер и на северных частях вот малиновые зоны английской то есть по линии горной цепи опалачий поэтому на побери на восточных берегах миссисипи сохранились племена более того один из в одном из племен чироки нашелся философ который научился английскому языку и выучил читать по-английски и создал единственный к стать индейский алфавит алфавит чироки это было как раз начале 19 века и вот эти вот пять цивилизованных племен чироки чикаса чикаса чокта крики и семенола тогда еще входили еще не были в тридцатые годы изничтожены вот началась согласно закону о переселении началась значит их экстрадикция на земли к западу от миссисипи последствии это экстрадиция получила название дорога слез вот на этой карте показаны территории зеленым племен которые входили в пять цивилизованных племен хотели они не составляли единого племенного союза но они к тридцатым годам девятнадцатого века сохранили так на наибольшее количество так сказать соплеменников и еще в общем то представлялись собой значительные этнические общности и дорогой слез назвали вот это вот тысячелетние пути переселения этих племен в общем-то в неосвоенные территории которые тогда американцами вообще не были освоены то есть их просто выкидывали практически без скарба без имущества под конвоем солдат вот на эти территории которые обозначены салатовым цветом к западу от миссисипи и к югу от миссури в общем то это территория великих рамы равнина но уже как бы более сухая часть которая ограничила уже северными частями пустынь штатов мехико и нью-мехико и аризоны и первыми в 1800 по моему тридцать первом году было переселено переселено племя чокта или чоктавы вот они показаны вот в 1830 началось их переселение то есть индейцы вгнали разными путями естественно без каких-либо гуманитарных действий со стороны американских то сайте как конвойных в общем-то индейцы страдали и от крова и от отсутствия пищи от болезней потому что проходила это переселение и в осенний и зимний период и для племени чироков которые вот с предгорья палачи в тридцать пятом году начали выселять оценивают что от 4 до 15 тысяч погибло во время перехода по дороге слез учет а из 17 тысяч погибло до 6000 человек то есть треть в общем-то треть этих племен погибло переселяясь на новые территории и концу тридцатых годов к востоку от миссисипи в общем-то практически не осталось коренных жителей а те кто были то стать успешно как бы избежали депортации были загнаны в первой резервации в 1849 году штаты разгромили мексику забрали у них территорию юго-запада в том числе ну смысле юго-западных штатов это вот не мехико техас аризона и юта а также калифорнию и тогда же англия отдала штатам последнюю свою территорию штат орегон это на северо-западе сша скалистых горах но еще в сорок восьмом году на территории калифорнии нашли золото и соответственно там началась известная всем золотая лихорадка а поскольку золото естественно залегала на индейских землях хотя племена там были немногочисленные в основном они занимались охотой и собирательством реже огородничеством вот тем не менее земли по праву в общем то были их родовыми землями и естественно что началось массовое так сказать изничтожение жителей калифорнии которая осуществлялась нет не столько даже войсками а собственно говоря первыми поселенцами которые при прибыли на в поисках золота так вот феврале 1860 года на острове индиант айленд как раз на он расположен у побережья северной калифорнии просто шесть местных колонистов и земли владельцев землевладельцев и там торговцев вооружились выражившись топорами там ножами охотничьими оружиями оружием попросту напали на деревню местного племени веет и порубили порезали от до 200 женщин детей стариков потому что охотников в это время в деревне не было и к началу 70-х годов в общем то практически подавляющая часть индейского населения калифорнии было таким образом либо уничтожено либо отправлено опять-таки в резервации в пустынные земли штата очень много работ посвящено и в общем то художественных фильмов трапез слез потому что это одна из крупнейших трагедий в истории индейского населения америки второй так сказать метод геноцида который успешно осуществлялся уже американскими колонистами это было истребление бизонов бизоны в общем то являлись крупнейшим то с этим видом травоядного животного на территории западной части сша то есть они населяли все великие равнины естественно никто их тогда не мог посчитать вот но в общем то современные исследователи называют цифры от 60 до 75 миллионов голов которые вот в начале девятнадцатого века паслись на бескрайних просторах великих равнин естественно что для многих племен ну я думаю естественно все слышали такие как дакота силу черноногие кровь бизон являлся в общем-то основой экономики потому что это и шкура для одежды для палаток и мясо и кость для орудий домашнего обихода и для музыкальных инструментов то есть бизон это было наше все и естественно индейцы не занимались истреблением массовым истреблением этих животных поскольку как любые охотники они встраивали были встроены в экологическую свою экологическую нишу и убы убивали то количество животных которые им было необходимо для поддержания нормального образа жизни однако естественно другую политику вели белые поселенцы дело в том что шкуры бизонов очень оценили в европе потому что шкуры как говяжья шкура да очень прочные плотные поэтому европе шили и обувь и одежду и предмет это кстати бы то типа сумок с акваяжей в начале 19 века когда европейцы только пересекли вот миссисипи в 1803 1805 годах состоялась известная первая экспедиция льюиса и крал и кларка которые достигли по течению миссури скалистых гор выпустили так сказать книжку о своем путешествии начале 19 века европейцы уже начали массовое истребление бизонов и добывали порядка 200 тысяч шкур ежегодно между то есть самое активное истребление бизонов началось после прокладки трансконтинентальной железной дороги которая строилась с 1862 по 69 год 7 лет при этом на востоке соединенных штатов шла гражданская война железную ветку на тихоокеанской побережье тянули вовсю и после постройки железной дороги трансконтинентальной естественно доступ к великим равнинам упростился на порядок и истребление бизонов просто приобрело массовый характер то время уже существовала фотография сохранилось достаточно большое количество документов свидетельствующих о массах массовом массовой добычи и изничтожения этих животных вплоть до того что их просто расстреливали пассажиры поезда только ради того чтобы отрезать язык который считался наибольшим деликатесом вот и из сети сайт туши бизона все остальное просто бросали гнить и в результате вот такого хищнического истребления этих травоядных к 80 там 4 85 году в общем-то бизоны практически исчезли по подсчетам их осталось вот берем по минимуму от 60 миллионов осталось там порядка тысячи голов по моему в 1883 году в общем-то там американские власти забили тревогу и учредили национальный парк куда в общем-то согнали оставшихся бизонов ну в общем-то к сегодняшнему дню их по голове не несколько восстановлена хотя они естественно не заселяют все пространство прерии вот и вот в период в последний период после пуска в эксплуатацию шестьдесят девятом году вот это вот трансконтинентальный пассивик рейл вы по моему железной дороге 70 по 75 год вот убивали примерно по два с половиной миллиона бизонов в год два с половиной при том что за шкуру бизона давали примерно там три доллара хотя в те годы штатах 3 доллара это была серьезная сумма поэтому естественно охота прибыль приобрела в общем-то массовый характер и в общем-то исследователи считают что это был самый крупный экоцит на планете в истории человечества потому что ни один другой конкретный вид животного в таких вот измеряемых десятками миллионами голов другого такого примера в истории то с этой человеческой цивилизации попросту нет мы не будем говорить о самом отах потому что неизвестно собственно говоря кто их когда изничтожил ну и позже уже когда в конце семидесятых началось другая так сказать начался другой бизнес начали собирать кости убитых бизонов которые вот так вот просто устилали прерию в основном вдоль вот железной дороги и опять-таки по железке кости собирали и отправляли это с этим на переработку в чикаго в тот же дейтройт тоже сохранились фотографии свидетельствующие о массовом сборе костей и черепов бизонов вот пример то стать складирование черепов бизонов или вот это вот апокрифическое фото с горой черепов которые гордо американцы демонстрировали на своим фото в то время большую известность в штатах появил получил скаут разведчик до уильям коде который за счет того что он охотился на бизонов и поставлял армии сша и работникам железной дороге точнее его участка канзас пасифик мясо бизонов вот он получил прозвище buffalo bill тоже наверняка слышали интересно что в 1872 году прерии посетил вот эта фотография великий князь алексей александрович ну собственно говоря он прибыл еще осенью 71 в ноябре-декабре в штаты его всячески облизывали во всех то стать крупнейших городах вот он слыл там большим лавеласом его президент президент принимал лично ну понятно что с россией и ренинской тогда шибко сильно америка дружила ну вот и алексей александрович высказал кстати большое пожелание посетить так стать индейские территории великие прерии прибыл вот на территорию канзаса где ему устроили показательную охоту вот справа на фотографии как раз молодой баффало билл вот и там великий князь убил своего первого бизона вот и остался очень доволен кстати говоря этот эпизод если вспомните присутствует естественно в гротекс на виде фильме маверик где он зарабатывает 2 2000 на охоте на живого индейца и вот там как раз из изображен великий князь в виде этого охотника придурка вот по утверждению самого вот баффало билла он за работая на железнодорожную компанию канзаса 67-68 году убил в течение 17 месяцев более 4000 бизонов это один человек позже кстати говоря он ну с возрастом надоело ему скакать по прерии заниматься самое мясническим делом он организовал труппу цирковую набрал там белых индейцев и в течение нескольких лет успешно путешествовал по всей европе показывая шоу из серии дикий запад тоже это и в разных фильмов обыгрывал съесть и публикации с фотографиями в газетах в общем-то проявил такую артистический бизнесменскую жилку и в общем денег он на бизона хорошо заработал и в общем то потом вынес культуру фронтира в европу вот в конце 19 века но естественно что истребление пищевой базы принесло в общем-то не неоценимый урон для индейских племен известный так сказать персонаж американской истории героя гражданской войны филипп шеридан позже писал что охотники за бизонами сделали за последние два года больше для раши для решения острой проблемы индейцем чем вся регулярная армия за последние 30 лет они учат уже уничтожают материальную базу индейцев пошлите им порох и свинец коли угодно и позвольте им убивать свежевать шкуру и продавать их пока не не истребят всех бизонов то есть он выразил то стать собственно говоря по политическую позицию правительства сша вот карта где указано это ареал обитания этого вида травоядных пар накопытных и показаны годы вот истребление вот нижний темный овал этого 1870 год вот как сократилось по отношению к 1830 году ареал обитания хотя вот восточная часть штриховая область относится к еще в 18 веку то есть до появления соединенных штатах государства бизоны по слизи у подножия опалачий то есть они занимали всю территорию соединенных штатов от опалачских гор на востоке до скалистых гор на западе и до начала сонорской пустыни на территории мексики то есть это была земля бизонов которых американцы собственно говоря силе на ноль шеридан даже в конгрессе сша выступал и предлагал учредить специальную медаль для охотников которые он аргументировал это именно подчеркнул важность истребления бизонов для решения индейской проблемы собственно говоря шеридану принадлежит известный афоризм не афоризм высказывания хороший индейц мертвый индейц это шеридан сказал ну еще хотелось бы остановиться на одном эпизоде который тоже неотъемлемо связан в массовом сознании с индейцами и с индейскими воинами это речь идет о обряде скальпирования естественно что до появления на территории америки белых колонистов обычай скальпирования существовал у индейцев однако во первых он не был распространен повсеместно во вторых как правило он имел в общем-то мистическо религиозную сущность и цель то есть демонстрировал отвагу воина и в общем-то связан был с представлением о том что победитель вместе это стать со скальпом забирал силы силу и мужество поверженного врага но еще раз подчеркну что это обычай был абсолютно ним не повсеместный и присутствовал только у небольшого количества племен северной америки на территории южной америки в тех же центральных антах практиковался другой обычай который назывался по-английски trophy fan trophy head то есть голова врага там не снимали скальп врага отрезали голову высушивали их и головы и в общем-то воины по праздникам цепляли головы на поезд как бы показывая свою доблесть в общем-то был как бы немецкая швейцарской миссии в нас ки там нам показывает там без погребений десятки черепов с просверленной дыркой во лбу то есть это не результат трепанации а именно вас я раз дырка чтобы пропустить веревочку и таким образом черепа с высушенными волосами и с мумифицированной кожей на солнце их сушили в общем-то использовали в качестве в качестве воинских регалий однако европейцы очень быстро поняли что это очень эффективный метод для стимуле для стимулирования междоусобных войн среди индейцев и первыми пустили в оборот этот процесс голландцы в шестнадцатом веке затем в семнадцатом веке подключили подхватили это англичане и французы и во время своих колониальных войн они начали снимать скальп из поверженных врагов и превратили естественно превратили это в бизнес и достаточно выгодно причем как франц французы платили так и англичане более того за скальп белого к не колониста там французского или английского противоборствующая сторона естественно платила больше чем за скальп индейца и соответственно такая стимуляция денежная при том что индейцам с индейцами колонисты очень часто расплачивались не монетой огненной водой в общем-то активно стимулировала вот меж племенные войны то есть это начались уже между индейцев помимо вот когда затихали колониальные франко-английские конфликты индейцы продолжали уже междоусобную резню чтобы на пункты сдачи приносить скальпы своих индейских врагов и получать за это оплату и естественно что количество индейских скальпов в сотни раз превышала скальпы белых колонистов то есть вот с конца середины 17 века обычай скальпирования получил как бы массовое распространение на восточных территориях северной америке вот в начале восемнадцатого века в пенсильвании то есть такой патриархальном штате скальп индейцы стоил уже сто двадцать четыре доллара скальп скво женщины 50 в то время унция золота стоило 20 долларов то есть цены были будь здоров и для ради таких сумм индейцев просто вы вырезали целым целыми племенами в чем естественно участвовали и английские и французские колонисты и естественно они не жалели не не стариков не женщине детей неважно есть скальп есть звонкая монета в заметках того времени исторических можно найти упоминание даже его так прозвали кровавого кровавым били который за один день смог снять 60 скальпов причем среди его жертв были как и индейцы так и белые люди ну и даже вот в 1889 году правительство калифорнии это уже золотая лихорадка была в полном разгаре уже как 40 лет но не все еще индейцы были выгнаны своих держались они за свои земли так вот правительство калифорнии опубликовала каталог ценник в нем оценивались пол возраст человека с которого снята снят скальп и даже качество скальпа например скальп взрослого индейца с ушами стоимость 20 долларов вот ну естественно что местные власти в разных штатах тоже просто стимулировали эту политику геноцида еще один серьезный способ умерщвления непокорных индейцев заключался в отраве источников пресной воды американцы травили вот воды ручьев источников основном с трехнином и делали это в промышленных мостах масштабах и стал это причина гибели десятков тысяч один немецкий этнолог сообщил что члены анти индейской милиции которая была специально создана в целом ряде штатов отравли отравились трехнином питьевую воду деревни каинган вызвав смертельный исход приблизительно двух тысяч индейцев всех возрастов но по-другому как геноцид это естественно назвать нельзя соответственно концу 19 века большинство индейских земель уже было освобождено от коренного населения они были загнаны в резервации и вот как я уже говорил в 1901 903 годах американское правительство объявило отмену фронтира признав что вся индейская земля теперь принадлежит соединенным штатам ну теперь я завершаю как бы и перейду немножко к цифрам естественно что количество жертв геноцида в америке является вопросом политическим оценить его крайне сложно потому что статистику перепись населения до прихода испанцев не устраивали хотя в великих империях ацтеков и инков правящая верхушка знала количество подданных но информация не сохранилась поэтому все цифры прикидышные естественно они очень сильно разнятся американские североамериканские исследователи дают минимум они считают что большинство историков утверждают что численность индейцев сократилась 15 миллионов в 1500 году примерно до 300 тысяч 1900 году то есть оценивают население америками обеих в 15 миллионов самые как с эти ортодоксальные исследователи говорят что вообще в америке это смитсонский институт еще в середине 20 века сказал что в америке к северу от мексики существовало 1 миллион сто пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят человек на полном момент появления там европейцев это такой один американский этнолог мун насчитал с точностью до 10 человек ну короче говоря потом цифру увеличить до пятна до пяти миллионов потом до 12 миллионов потом до 18 но это как бы оценка американских специалистов в то же время там альтернативные исследователи которые не работают в официальных организациях цифры население населения америки на приход туда европейских колонистов называют совершенно другие то есть вплоть до 90 100 112 миллионов человек то есть мягко выражаясь в 10 раз естественно что плотность населения была различна и естественно это объясняется географическими причинами то есть при земледельческих цивилизациях мексики южной америки плотность населения их число значительно больше нежели великих премия прериях где разрозненные племена охотников собирателей владеют многотысячными в плане квадратных километров территориями тем не менее я думаю что естественно население обеих америк не могло составлять не полтора не 5 миллионов не не 20 а скорее всего приближалась к 100 миллионам человек и здесь как бы есть цифры просто по отдельным регионам поэтому как бы на основе их и делается такая реконструкция по общему числу так допустим на территории центральной мексики за 75 лет в период с 1519 по 1594 численность населения сократилась на 95 процентов то есть с 25 миллионов до чуть больше одного миллиона человек 95 процентов за 60 лет экспансии испанцев в западном никарагуа местное население сократилось на 99 процентов то есть упало с миллиона до 10 тысяч человек в западном и центральном гондурасе за пол столетия также был уничтожено порядка 95 процентов коренных жителей в общем то то есть речь идет практически о поголовном истреблении индейцев существует мнение что до 95 процентов коренного населения погибшего в ходе европейской экспансии было уничтожено завезенными европейцами болезнями да это действительно так потому что оспа тиф корь бубонная чума и целый там букет заболеваний просто были неизвестны коренному населению америки и у них не было иммунитета единстве чем смогли индейцы отметить от 3 европейцам это сифилисом который не был известен до этого в европе но по сравнению с тифом оспом и чумой это в общем-то был не то там от ответ чем берлену вот и естественно что при при оспе численность смертность достигала тоже среди индейцев 80 90 процентов однако в свете вот при выше приведенных фактов говорить о том что 95 процентов коренного населения погибло в общем-то типа из-за болезни не целенаправленно нелогично я уж не говорю про то что американское правительство но уже после в девятнадцатом веке практиковала так сказать конкретные операции то есть специально зараженные одеяла оспой и в основном оспой и чумой в общем предоставляла индейцев поставлял эти одеяла в резервации куда уже были согнаны индейцы то есть вызывая тем самым массовую смертность то есть это была целенаправленно политика вот именно правительство то есть не продавали одеяло на пунктах сбора там без о них шкур а именно гуманитарные поставки в резервации то есть уже согнутых своих земель индейцев планомерно уничтожали вот собственно говоря в конце хочу сказать что президент венесуэлы уго чалос неоднократно говорил о действиях вот европейских колонизаторов именно как о геноциде и даже призывал латиноамериканцев не отмечать день колумба традиционный для всех америк праздник так как это событие то есть открытие америки колумба палачи пола послужило началом массовому геноциду целой расы и соответственно вся история покорения в северной и южной америке в общем то написано без всякого преувеличения индейской кровью и индейцы были виноваты только лишь в том что жили на материке с прекрасными климатическими условиями блага благодатными землями и прочими неискончаемыми природными запасами вот собственно говоря и все если есть какие-то вопросы пожалуйста если данные скажем так о влиянии колонизации российской империи североамериканского континента и являются ли они скажем так более благостными более гуманными чем аглосаксонская колонизация естественное влияние скажем так переселенцев из российской империи из россии в центральную мексику в аквадор кстати откуда у меня есть головки цацхи называются вот эти снятые с человеческой там снимали череп не усушивали там только вот эту часть кожи усушивали вот кстати там же есть и такой интересный момент поедешь когда в перу или там в эквадоре есть там белый человек пропадает местный полицейский идет на базар смотреть эту головку белого человека то могли уже отрезать так вот эквадор например до сих пор помнит о позитивной культурной деятельности российских русских людей которые переселялись туда а вот то что касается аляски и покорение аляски как вели себя там русские ну истории до история русской америки тоже достаточно описано и нашими исследователи американскими к сожалению русские поселенцы в общем-то недолго продержались на территории северной америки однако политика по отношению к местным жителям естественно принципиально отличалась от политики англосаксов но россия тоже была кого колониальной империи но колониальная россия это принципиально иная схема и мы это прекрасно но если кто помнит историю или занимался этими вопросами то есть колониальное владычество русской империи средней азии на кавказе это не то что колониального владычество великобритании в индии если же говорит а если же говорить про советский союз потом извините русские были ссср была на последнем месте после кавказских среднеазиатских в общем-то республик то есть колонии вновь приобретенной колонии являлись предметом дотации со стороны центра и соответственно и русские колонисты вели себя совершенно то с этим принципиально иным образом предпочитая всегда мирное сосуществование и в общем-то адекватный товарообмен отнюдь не изничтожение во всяком случае я ни разу не слышал о фактов о фактах резни будь то на аляске или в калифорнии которые бы приписывали русским поселенцам наоборот когда форт рос в калифорнии был продан американцам то те индейцы которые жили в окрестностях порта рос под защитой ее стен и в общем-то и нескольких пушек тоже ушли с этой территории то есть индейцы местные видели русских поселенцев именно защитников и старших белых братьев они и исконного врага в отличие от англосаксов там и прочих европейских завоевателей но опять-таки к сожалению это продлилось недолго вот я не знаю насчет вот латиноамериканских стран куда в общем-то значительная часть русских переселилась после революции гражданской войны то есть крупная диаспора в эквадоре существовало существовало я сколько раз не могу путая все время уругвай и парагвай по моему наши были в парагвае немцы осели в уругвай и в тридцатые годы была так сказать серия так называемых воин чака это по имени нагорье где в начале тридцатых нашли нефть и парагвай с уругваем схлестнулись причем у уругвайцев практически весь генеральный штаб состоял из немецких кайзеровских офицеров а у парагвайцев 90 процентов генерального штаба это русские белогвардейские офицеры и при в общем-то при трехкратном преимуществе уругвайцев в живой силе и в технике которая поставлялась напрямую из германию в общем-то парагвайцы надрали мягко поражая задницу за счет именно грамотных действий русских офицеров которые и возглавляли и составляли генеральный штаб то есть получается что вот я сейчас слушал эту лекцию получается если бы не эффективная военная деятельность славян русского населения скажем так от агрессии европейских государств на территории россии нас ждала ждала вот такая судьба индийца ну естественно мы могли быть на их месте ну все время уже наше истекло я думаю если пока собираемся можно еще кулуарного вопрос какие-то задать вот потому что время до нас уже просят я думал что лекция был была бы короче да